всем здорова что готовим грунт на кузове вы там кричали чуть не показал как готовил да не я готовил некогда было показывать обещал что покажу на кузове поэтому показываю все проявлено 320 наждак 3 мовский пурпурный и теперь только вот этим бруском готовим полностью форму без звука без комментариев просто что что к чему я делаю и крыши тоже буду готовить именно этим брусочком потому что форма ровные выведены мне нужно только сбить шагреньку грунта и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Если поведем наизнанку работу, сначала закончим все под машинку, а потом вот эти вот этапы будем делать, и тут будет риска прямая, и она будет светиться. Хоть она будет выпадать на первых двух слоях и придется пересыпать. То есть это неправильный порядок действий. Грунт постоял, вот так вот, блин, он так затвердел, как становится его тяжелее, пилитером, отчетливо, ощутимо, нежели когда он день-два постоит. Субтитры сделал DimaTorzok Очень удобно, потому что у меня закончился вот тут тремовский блатной отворотный скотч. Здесь под обратный скотч подклеились, тут в тупую к стойке вот так вот приклеились. Обезжиримся и красимся. Крышу красим на невысоком давлении, что базу, что в принципе лак. Лак тут растекается, стеклышко сам по себе, и чтобы не было лишней возможности создания вот этого вот мусора, вихревого образования, который подхватывает мусор и кладет потом на плоскость. Лак вообще будем ложить, наверное, там 0,8 атмосферы, где-то так. База также 1,3-1,4. За что я люблю нынешний автопром? Это за то, что крыши у них, как правило, идут через вот такое разделение. И очень удобно. Сначала отдельно покрасили крышу там или борта, ну кому как удобно, я с крыши начинаю. А потом борта. Да, затяжка по этому всему делу, ну на ночь можно, к примеру, оставить, высохнуть, переклеились. Но мусора меньше в десятки раз, потому что зоны уменьшаются. Ну перепылов тут в принципе не будет, когда-то красный кузов, ну просто удобнее по... Потом не надо ничего полировать. Так, протиры. Без протиров никуда. Подслаиваем их. И забываем о них. Тут-то их в принципе на крыше немного. А вот и всё. Не забываем, что баллончики надо вот так вот продувать. Тогда они работают до самого донышка. Не забываем о том, что надо ещё продуться. И протереться липкой салфеткой какой-нибудь чистой стороной. В том, чтобы был приятный кузов. И и дjedной кузовее. И мы Apparently быть его не раньше. Но кузовиные кузове. О зачем? Мы酬. И мысли будем… Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Не забываем, что хорошая просушка – это залог успеха в покраске Если есть необходимость, после каждого слоя можно, можно сказать так, нужно протирать липкой салфеткой Но я не буду протирать, у меня тут нет мусора сейчас Субтитры подогнал «Симон» Сейчас перед третьим слоем протру все легкой салфеткой На всякий такой пожарный Нанесу третий, последний слой краски Пойду за бодяжу лак Лак за бодяжу у него добавлю не 5% разбавителя, а 10% Чтобы он лучше растекался, потому что класть я это все буду на низком давлении с того же пистолета, с которого я окрашивал Чтобы из-за вот этого куска шпатлевки не мыть два пистолета Субтитры подогнал «Симон» Лакируем с того же пистолета Его можно назвать более или менее универсальным Но он для базы, конечно, подходит лучше Давление я сейчас уменьшу с единичкой, начну пробовать Может там до 1,4 дойду, потому что он все-таки чуть хуже бьет лак, чем «ВСК» Мне просто лень мыть второй пистолет Из-за такого малого объема покраски Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Что-то я тупанул Так смотря на крышу, можно было в один толстый слой залить Просто не разводя лак растворителем, разбавителем Ну ничего, сейчас накапаем второй на него Где-то пощупать Ну в принципе уже подсохло Подсохло Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ух, красиво! Есть две мусорины, вижу Даже три отсюда вижу Ну то такое Все равно подполировать что-то, подтирать На этом лаке метод ХС Он со временем только крепчает Если подполировать в течение 3-4 дней Нормально Потом лак настолько твердый становится, что его полировать тяжело Поэтому надо будет сразу буквально после сборки Сразу подполировать Оставляем вот это сохнуть Либо на ночь, либо часов на 6 Переклеиваемся И красим вот это Ночку все просохло Переклейка прошла успешно Уже видно, что эпоксидным баллоном я поработал Протиры Паза пшикивал Кстати, по поводу протиров Спрашивают у меня Ты же раньше не подпшикивал их Да, я раньше не подпшикивал Но Это меня в Москве Приучили к вот этому протирному баллону Меньше гораздо нужно слоев, чтобы Ух ты! Стой! Стой, негодяй! Спайдермен хренов Меньше нужно слоев краски положить Чтобы перекрыть вот этот вот Протир, который светится Да ну и как бы По качеству получается реально лучше Исключается шанс Ореола вообще В принципе базой можно На протирах Перепыльчик первый дать Со всех сторон А потом Ити лить То есть так же как грунтом Но база к металлу все-таки Чуть-чуть В теории хуже держится Хотя я смотрю на машины уже По 8 лет Которые так красил И ничего Ничего с ними не происходит В тех местах, где были протиры Ну вот так получается Качественнее Значит мы имеем Два борта И у нас есть Два путя Два путя Ложить все И ждать Ложить все быстро И ждать межслойку Либо же Растягивать Кайфовать Сейчас один борт Не торопясь Раскидать Перейти на другой борт Не торопясь Его раскидать Покайфовать Вернуться сразу Открасить этот мокро Этот мокро Потом дать межслойку 10 минут И также Последний слой Как я клал на дверях Полумокрый Точно так же Положить его здесь Откайфоваться И Лакироваться Протираю грунт Собираю Прикурный грунт Ну самое главное Это на лицевой поверхности Конечно В проемах Это так Скажем так Кайфуем Прикурный грунт 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 Продолжение следует... Второй слой без всяких остановок и выхода из камеры. Продолжение следует... Второй слой протерли липкой салфеткой. Смотрим, что мы получаем. Все уже равномерно, однородно. Грунт полностью закрыт. Поэтому третий слой пойду только на наружку. Ну и чуть-чуть на стойку пыльно. Ты только когда дверь открываешь, ее просто видно. Порог уже задувать смысла нет. Он не светится. На нем ничегошеньки не видать. Соблюдаем те же настройки на пистолете, на которых мы красили двери. И получаем цвет без проблем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, лакируемся. Я готов. Лакирую такие случаи. Вначале проем, потом плоскость. Первый слой. Также вначале проем, потом плоскость. Второй слой. Чтобы, ну понятно, соринки, как бы их уже и нету, но как бы они могут лететь. И чтобы они не летели с плоскости, с канавки на плоскость. То сначала я лакирую канавки. Если где-то что-то вылетит на первый слой лака, я увижу, это сразу уберу. А если я лакирую сначала крыло, а потом проем пойду лакировать, и у меня что-то вылетит и упадет на крыло. Вот это будет труднее убрать. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...